В Горьковке начали выпускать сухой корм для непродуктивных животных. Что за еда и кто открыл производство? В регионе начался медосбор, на какой урожай можно рассчитывать. Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это «Сельская среда». В Тюминской области начали молотить овес. Первыми к яровым зерновым приступили аграрии упоровской агрофирмы «Крим». Со стартового участка взяли 29 центнеров с гектара. Уже несколько районов молотят горох и озимы. 3000 тонн и 5,5 тысяч тонн, соответственно, собрали. Это данные на начало недели. А вот заготовку кормов ведут все хозяйства области. Долгая дорога в поле. Идеально ровная. Но столь симпатичный пейзаж с минуты на минуту исчезнет. Здесь пройдет пресс-подборщик, и естественное ограждение превратится в рулон. На сельхозпредприятии «Успенское» идет заготовка сена. Механизатор Андрей Кренинг рассказывает, что один такой рулон получается собрать примерно за минуту. Это если травы достаточно. Нынче травы мало, поэтому рулонов бывает и 100, и 150, бывает и вообще 50 рулонов за день на круте. Двое суток назад по этому полю прошла косилка. Примерно часов через 20 ворошилка. И вот сейчас, буквально несколько часов назад, грабли. И все для того, чтобы трава основательно подсохла. Судя по всему, она уже готова. Ну что ж, теперь дело осталось за прессом. И это уже второй укос. Первый был так себе. И сенажа заготовили процентов 70. Сейчас вот ждут, когда трава поднимется, и в 20-х числах августа продолжат заготовку сочного корма. Что касается сена. Поднялась трава после дождей, по сути, сейчас и берут основные объемы. Нынче мало осадков. Все должно быть хорошо. Но поднимаем, как говорится, пересохшую сену. Вот пылит. Видно, что она пылит. Почва пересохшая. Как бы грабли не регулировали, они все-таки поднимают пыль. Я думаю, что плохое сено не будет, но сильно качественно не получается. Урожайность в этом году ниже. В прошлогодние процентов, наверное, на 40 будет ниже. Где-то процентов 70 мы наберем. А это Амутинский район. Две машины косят многолетки, три кормоуборочных комбайна, подбирают волки, измельчают растения и отправляют в кузов. Идет заготовка сенажа, бурты с зеленой массой закладывают один за другим. За день до 600 тонн. Для сытой зимовки скота сельхозпредприятию «Бизон» необходимо заготовить 26 тысяч тонн различных кормов. Только в Амутинском живут 3,5 тысячи крупных рогатых, а всего в хозяйстве около 10 тысяч голов. Как только травы подошли, работники вышли в поля. Скашиваем многолетние травы. Это люцерна получается, донник и клевер. Убранные получается общую площадь. Если здесь брать Томскую, где-то гектар уже 500 убрано. Еще 200 здесь остается. И зеленая масса остается в общем по «Бизону». Хозяйство региона заготовили сенажа 60% от потребности, сена 40%. Пора у аграриев становится все жарче. Кормозаготовительные комбайны еще работают, а уже настало время зерноуборочных. Приступили к обмолоту гороха, начали уборку из серых хлебов. В регионе идет медосбор. Этот год для пчеловодов выдался непростым. Из-за засухи продукции будет раза в два меньше. Хороший урожай все-таки получат владельцы кочевых пасек. Там пчелы собирают гектар в самых разных местах. Правда, и стоит такой мед существенно дороже. Ну, а что же говорить тогда о редких сортах? Почти полностью гектар. Ну, маленький пипачок остался им. Эти пчелы – путешественницы со стажем. Родной дом остался в 20 километрах, чтобы перевезти полсотни пчелосемей. Пасечнику требуется в среднем сутки. Оли везут под покровом ночи. У тружениц – лишь легкий стресс. С первыми лучами солнца начинается новый день, а значит, сразу за работу. Пчела – это такое животное, которое работает всегда, везде. И при первой же возможности, неважно, перевезли ее, не перевезли, она себе работу найдет. Качуют пчелу не только для поиска качественных медоносов. Порой переезды вынуждены. Вблизи от пасеки Андрея Панышева аграрии обрабатывали поля с рапсом. Как и положено, за несколько дней предупредили, чтобы вовремя перевезти тружениц. Аграрии сами заинтересованы в соседстве с пчеловодами, потому что главная задача пчел на рапсе – это не получить большое количество рапсового меда, а опылить рапс. Для того, чтобы аграрий получил от 50 и выше процентов прироста урожайности на рапсе – это очень отзывчивая культура на опыление. Именно кочующие пчелы приносят нектар самых разных растений, благодаря чему получается обилие медовых вкусов. Вопреки слухам, есть всегда липовый, хоть и немного, лесное темное и луговое светлое разнотравье и, конечно, эксклюзив – редкий падевый мед. За ним труженицы отправляются в непродуваемые хвойные массивы, в поймы рек, а также на болото – в низину, где часто стелятся туманы. Падевый мед – это вообще визитная карточка Тюмени. Это такой мед особняком, очень темный мед. Для пчел очень вредный, для человека очень полезный. Почему для пчел вредный? Потому что организм пчелы предназначен для переработки нектара. А этот мед производится не из нектара, а из медвяной росы. По сути, это сок деревьев, то, что собирают после тлей на садовых деревьях муравьи. Ну вот, все, цикл откачки завершен. Соты пустые. В составе помимо сахаров много солей, полезных микроэлементов и даже белок. Так что хранить такое чудо природы нужно в холодном месте, но лучше сразу съедать. Первый тюменский мед уже на рынках и прилавках магазинов. В Горьковке начали производить корм для непродуктивных животных, собак и кошек. Новые предприятия открыли. Кто бы вы думали? Ну, конечно же, собаководы. Сейчас расскажем, что побудило их к этому. Добавлю лишь, что стартовали в ноябре прошлого года. За это время выпустили 200 тонн еды для домашних питомцев. Здесь у нас продукция готовится, то есть жарится. Как зерна кукурузы при приготовлении попкорна. Эти гранулы взрываются при высоких температурах. На выходе получаются воздушные вкусняшки. Сухой корм для братьев наших меньших. Процесс высокотехнологичный. Любые отклонения чреваты браком и так далее. То есть тут надо все следить вплоть до миллиметра. Завод по производству кормов для хвостатых открылся в Горьковке. Ему еще и года нет. У основательницы предприятия Екатерины Мефтаховой есть собака. Идея открыть свое дело родилась, когда у четвероногого друга начались проблемы с пищеварением. Импортные корма не выручали. Тогда-то Екатерина и решила, нужно создавать свой. Форму у сухого корма помогли разработать ученые одного из аграрных институтов страны. Это удобно. Он удобен в хранении. Он удобен по сбалансированию. То есть в этом корме есть все. Все, что необходимо. Я считаю, что это лучше, чем натуралка. Потому что когда хозяин кормит животного натуральным кормом, кашку, мяско, кто чем, вряд ли хозяин просчитывает, насколько сбалансировано питание животного. Насколько в рацион попал белок, углевод, клетчатка. Сырье закупают по всей стране, но ставку делают на тюменское мясо, злаковые, что позволяет снизить себестоимость. Сегодня продукцию из Горьковки отправляют по всей России. Вот крупная партия готовится в Москву. А на днях появилась и новая линейка из курицы, предназначенная для кошек. В планах выпускать особый корм для щенков. Чтобы реализовать все задуманное, уже сейчас предприятие наращивает мощности. Вместо восьми человек здесь будут трудиться шестнадцать. Сейчас закупаем вторую линию большую. Это дополнительные рабочие силы, места. И, конечно, и объем продаж хотим поднять, и производство раза четыре. То же самое, экструдеры, печи, дополнительные линии. Пока российские зоомагазины только присматриваются к тюменским кормам, продукция уже покоряет маркетплейсы – Озон и Валберес. Кстати, фотографии кошек и собак на упаковке – это реальные питомцы – тюменские рексы и жули, мурки и васьки. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!